Остров Сан-Мишель Остров Сан-Мишель является одним из предполагаемых мест, где находился камелот короля Артура. Остров представляет собой гранитную скалу, поднимающуюся из вод залива Маунтсбэй. В III веке здесь жили римляне, когда Британия была провинцией Римской империи. Гора носит имя Архангела Михаила, поскольку, согласно Корнеольскому сказанию, здесь произошло его явление в 495 году. Рыбакам, которые пробирались сквозь скалы, явился Архангел Михаил и помог им выбраться в безопасное место. Он появился на западной стороне острова внизу, где сегодня находится вход в замок. Гора Святого Михаила, возможно, была местом расположения монастыря с VIII по началу XI веков. Эдуард Исповедник передал это место бенедиктовскому ордену Мон-Сен-Мишель, и оно было монастырем этого аббатства до тех пор, пока Генрих V не распустил французские монастыри. Монастырь превратился в часовню, которая была передана Аббатисе и монастырю Сайона в 1424 году. Это было место для паломников, чья преданность поощрялась снисходительностью, представленной папой Георгием в XI веке. Самые ранние постройки на вершине горы, в том числе замок, датируются XII веком. Таинственные истории окружают развалины замка, возведенного нормандским рыцарем в XII веке на вершине скалистого, выступающего в море утеса. История гласит, что один из первых рыцарей короля Артура, Бе-Дивер, сродился с гигантом на острове Святого Михаила. Однажды ночью, когда гигант спал, рыцарь выкопил на горе глубокую яму. Утром он начал трубить в рог, чтобы разбудить великана. Великан побежал вниз по склону горы, не заметив яму, и упал в нее. На острове сохранились места, связанные с этим гигантом. На пути к замку находится место, где хранится сердце великана. Если встать на камень в форме сердца, то можно услышать его стук. Между городом Арзион и горой Святого Михаила на короткий промежуток времени, от двух до пяти часов в зависимости от силы прилива и отлива, появляется из воды узкая дорожка. Эта таинственная гора, по легенде, является частью легендарной страны Леонес. На дне океана у побережья найдено много затопленного леса, а на горе археологами найдены постройки VI века, времен короля Артура. Сэр Генли де Померой захватил гору в 1193 году от имени принца Джона во время правления короля Ричарда I. Лидер предыдущих завоевателей умер от страха, узнав слухи об освобождении Ричарда из плена. Монастырские постройки были построены в XII веке. Различные источники утверждают, что землетрясение 1275 года разрушило первоначальную приорадскую церковь. Сионское аббатство, монастырь Брежетинского ордена, приобрел гору в 1424 году. Примерно 20 лет спустя это место было подарено Генрихом VI Королевскому колледжу в Кембридже. Однако, когда Эдуард IV занял труд во время войны Рос, гора была возвращена Сионскому аббатству в 1462 году. Джон де Вер, XIII граф Оксфордский. Захватил и удерживал это место во время 23-х недельной осады против 6000 солдат Эдуарда IV в 1473-74 годах. Перкин-Орберг, претендент на английский престол, занял это место в 1497 году. Сэр Хэмфри Арундель, губернатор горы Святого Михаила, возглавил восстание молитвенников в 1549 году. Во время правления королевы Елизаветы I гору передали Роберту Сессилу, графу из Солсбори, сын которого продал это место Фрэнсису Бэссиду. Во время гражданской войны сэр Артур Бэссид, брат сэра Фрэнсиса, удерживал это место против планоментариев до июля 1646 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гора была продана в 1659 году полковнику Джоне Сен-Обину. По состоянию на 2021 год его потомки, лорды Сент-Ливан, живут на горе Святого Михаила. В 1954 году Фрэнсис Сесил, Сент-Обин, третий барон Сент-Ливан, передал большую часть горы Святого Михаила национальному фонду. Вместе с Большим благотворительным фондом. Семья Сент-Обин сохранила за собой договор аренды на 999 лет на проживание в замке и лицензию на право публичного просмотра его исторических помещений. Продолжение следует... Продолжение следует...